Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим статью, опубликованную на сайте Комсомольской правды под названием «Кооперативам нужен зелёный свет». Если зайти на сайт компании Life is Good, то можно увидеть следующее объявление. Уважаемые клиенты, на сайте ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время на восстановление 30-40 дней. Приносим извинения за временные неудобства. То же самое объявление висит на сайте Гермес. А вот на сайте Кооператива Bestway информация немного отличается. Здесь добавлена строчка «Для связи пайщиков с Кооперативом можете обращаться на почту». Вот здесь указана почта. И следите за ситуацией в соцсетях. И дана ссылка на телеграм-канал Кооператива. На сайте Комсомольской правды сегодня, 18 марта, опубликована статья под названием «Кооперативам нужен зелёный свет», где обсуждаются вопросы кооперации в России и в частности затрагивается деятельность ЖК Bestway. Итак, Кооперативам нужен зелёный свет. В новой экономической реальности кооперативы становятся антикризисным решением и нуждаются в законодательной поддержке и экстренной реабилитации после почти года подвешенного положения кооперации. Автор статьи Александр Полянский. На фотографии Валерий Гартунг, председатель комитета по защите конкуренции Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Антикризисный инструмент. Ипотечные ставки после повышения ключевой ставки Центробанка улетели в небеса, или улетали в небеса, лишая большинство граждан России возможности решить жилищную проблему. Одним из немногих, если не единственным выходом из ситуации для среднестатистического россиянина в приобретении квартиры могли бы стать потребительские кооперативы. По моим расчетам, а представители ЦБ, которым я показывал, их не оспорили, приобретение жилья через потребительский кооператив обходится гораздо дешевле, чем через ипотеку. Убежден председатель комитета по защите конкуренции Госдумы, заместитель руководителя Франкс, фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Валерий Гартунг. В потребительской кооперативе переплата примерно 50%. Там нет процентов, но есть взносы на содержание кооператива. И если ты берешь ипотеку, то переплата составляет 150% в течение 10 лет. Через кооператив за 10 лет оплачивается 1,5 номинала, а через банк при ипотеке на 10 лет 2-2,5 номинала, в зависимости от ставки и первоначального взноса. А если ипотека 30-летняя, то переплачивать приходится в 3 раза. Увеличение доли надежных кооперативов на рынке способно сделать жилье доступным для социально незащищенных групп граждан, считает Гартунг. Кооперативы – понятная модель для многих сограждан. Помню, как кооперативы работали в советское время. Это были кассы взаимопомощи. Для людей, которые имели низкие доходы, это оказалось единственной возможностью сделать крупные покупки. Учитывая, что у нас была малообеспеченная семья, такая касса взаимопомощи сильно выручала. По этому же принципу работают и современные потребительские кооперативы. «Президент в своем недавнем выступлении говорил о том, что экономические проблемы, обусловленные санкциями, мы будем решать увеличением экономических свобод», говорит депутат Государственной Думы 7-го созыва Сергей Крючек, который с недавних пор возглавляет один из крупнейших в России потребительских кооперативов «Бествей». На мой взгляд, очень важно создать условия, при которых не будет ограничений, для того, чтобы граждане пользовались своими денежными средствами по собственному усмотрению. Разумеется, будучи информированными о рисках, которые при этом могут возникнуть. Но их не должны принуждать пользоваться услугами банков, тем более кредитующих под 20 с лишним процентов годовых. Есть кооперативы, доказавшие свою устойчивость. Надежность их финансовой модели проверена временем. По словам Крючека, важно разблокировать кооперативы, дать их деятельности зеленый свет, не допустить негативного развития событий, которые наметилось из-за атак Центробанка и других государственных органах в 2021 году и начале текущего года в большинстве кооперативов. С учетом того, что Центробанк повысил ключевую ставку рефинансирования аж до 20%, то брать ипотеку под такую высокую ставку стало просто очень-очень-очень невыгодно. Это мягко говоря. В чем же состоят претензии регулятора по отношению к кооперативам? Итак, претензии регулятора. С февраля прошлого года Центробанк осуществляет проверки деятельности кооперативов. С февраля 2021 года более 70 потребительских кооперативов было включено в список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Предупредительный список. Кооперативы официально зарегистрированы, платят налоги, нареканий нет. В чем претензии, непонятно, удивляется Гартунг. При этом Центробанк не утверждает, что нарушен закон. Он подчеркивает риски для потребителей финансовых услуг. Но кооперативы несут потери от включения в список. Председатель коллегии адвокатов Первая адвокатская контора, город Санкт-Петербург, вице-президент адвокатской палаты Ленинградской области Денис Локтионов замечает. Это так же, как с розничными банками. Создается мнение, что тот или иной банк плохой, и он вот-вот рухнет. Все бегут, забегают деньги. И банка нет. Это как раз Сергей Крючек, депутат Государственной Думы Седьмого Созыва. Кроме того, Центробанк во многих случаях обращается в Роскомнадзор по поводу блокировки сайтов кооперативов. Нарушается нормальное взаимодействие с пайщиками. Наконец, после таких действий интерес к кооперативам нередко проявляют правоохранительные органы и находятся либо недовольные, либо стремящиеся использовать ситуацию в своих интересах пайщики, чтобы предложить правоохранительным органам превратить свой гражданско-правовой спор в уголовное дело по одной из экономических статей УК. В итоге, десятки тысяч пайщиков столкнулись с серьезными рисками потерять квартиры в том случае, если кооперативы из-за негативного развития событий вынуждены будут прекратить существование или будут ликвидированы в судебном порядке. Ведь объекты недвижимости, в которых они проживают в период погашения долга перед кооперативом, находятся в собственности кооперативов. Вот здесь очень важный момент. В итоге, десятки тысяч пайщиков столкнулись с серьезными рисками потерять квартиры в том случае, если кооперативы из-за негативного развития событий вынуждены будут прекратить существование или будут ликвидированы в судебном порядке. То есть даже если со стороны руководства кооператива, я не говорю сейчас об СТВ и о других кооперативах тоже. То есть даже если руководство кооператива со своей стороны постаралось сделать все максимально правильно, максимально прозрачно, но именно появляются вот такие ситуации, когда кооператив вносится в черный список и, насколько я понял из этой статьи, без особых даже оснований для этого не требуется, то это может по сути привести к приостановке деятельности кооператива. Потому что, понятное дело, когда какая-то организация или кооператив появляется в черном списке, потенциальные клиенты, естественно, напрягаются, узнавая об этой ситуации. Как обстоит дело с Бествей? Под заголовок «Кооператив восстанавливается» зарегистрированный в Санкт-Петербурге потребительский кооператив «Бествей» один из крупнейших в России, около 20 тысяч пайщиков, работает уже 8 лет. Это первый из кооперативов, включенных в предупредительный список ЦБ, ноябрь 2021 года, который решился оспаривать действия Центробанка в арбитражном суде и при этом продолжил работу. Однако, в феврале 2022 года последовал новый удар – изъятие серверов, документации, электронных ключей правоохранительными органами в рамках следственных действий по уголовному делу о мошенничестве. Юридическое лицо понесло ущерб в результате следственных действий в отношении четырех физических лиц, не являющихся сотрудниками этого юридического лица, подчеркивает Сергей Крючек, возглавивший этот кооператив в середине февраля. Среди них есть члены кооператива и работники другой организации, выполнявшие некоторые задачи для кооператива на договорной основе, но нет сотрудников кооператива. Произошла деорганизация работы, дестабилизация деятельности юридического лица. Замечая Денис Лактионов, кооперативу создали большие трудности с помощью простых действий. Вырвали серверы и чрезвычайно затруднили кооперативу возможность выполнять свои обязательства перед пайщиками. Хотя никто не вправе создавать угрозу работе законно действующего юридического лица. По его словам, создан риск ущерба для граждан, пайщиков и членов их семей, для сотен и тысяч людей. Почти 20 тысяч граждан участвуют своими денежными средствами в этой работе. У них есть все основания рассчитывать получить то, что они рассчитывали получить. Знаю про уголовное дело, говорит Гартунг. На мой взгляд, абсолютно неприемлемо работать столь жестко по экономическому составу, лишая юридическое лицо законных инструментов управления его денежными средствами. Помещать законопослушных людей под арест. Это прямо противоречит позиции президента России о том, как должны расследоваться экономические дела. Мы получили рукотворный кризис, подчеркивает Сергей Крючек. В уголовном деле фигурирует сумма ущерба всего-навсего в 9 миллионов рублей. При этом ущерб кооперативу и его пайщикам наносится на десятки миллионов рублей. Кооператив примерно месяц не мог расплатиться за покупку более чем 50 квартир для пайщиков, а недвижимость за это время резко подорожала. Сделки нужно дофинансировать или искать новые квартиры для приобретения. Кроме того, мы почти месяц не могли выполнить свои обязательства перед пайщиками, которые в возникшей ситуации изъявили желание выйти из кооператива. Их чуть больше ста. Для того, чтобы вернуть им пайи, как это предусмотрено уставом кооператива, более чем достаточно даже свободных средств на счете кооператива. Там почти 300 миллионов. Однако, кооператив обязан сделать возврат в двухмесячный срок. И по некоторым договорам наступает цепь нот. Тем не менее, гарантирую, что мы выполним обязательства в срок, потому что управление счетами в ближайшие дни будет полностью восстановлено. У кооператива достаточно ресурсов, чтобы восстановить работу. Деятельность кооператива с середины марта переходит в стадию нормализации. Денис Локтионов, председатель коллегии адвокатов Первая адвокатская контора, город Санкт-Петербург, вице-президент адвокатской палаты Ленинградской области. Важнейшая задача защита прав и интересов кооператива дополняет крючек. Мы добиваемся от следствия возврата всех необходимых нам для работы технических средств и документации. Продолжаем два арбитражных процесса, в которых оспариваем действия Центрального банка в отношении кооператива. Предпринимаем также юридические действия по поводу дефамации кооператива в прессе. Были публикации о нашем кооперативе, не соответствующие действительности. На наш взгляд, заказные, потому что никто из журналистов даже не попытался обратиться в кооператив за комментарием. Кроме того, разбираемся в юридической плоскости со случаем захвата злоумышленника нескольких интернет-ресурсов кооператива и распространения негативной информации с помощью этих ресурсов. Исковое заявление уже в суде. Ну, насколько я понимаю, здесь речь как раз идет о действиях бывшего айтишника Life is Good Евгения, который, собственно, начал сотрудничать с правоохранительными органами и заблокировал работу сайтов Life is Good, Гермес и Бествей и разместил на них предупреждающее сообщение. Но, насколько я понимаю сейчас, руководство Life is Good и кооператива пытаются вернуть контроль обратно. И, как мы сейчас видим, на сайтах появилось уже сообщение, что работа будет восстановлена в течение 30-40 дней. В Думе мы с представителем ЦБ обсуждали ситуацию с данным кооперативом, говорит Гартунг. Надеюсь, при моем посредничестве диалог кооператива и ЦБ удастся наладить, что очень важно, учитывая социальную значимость этого кооператива. Урегулирование ситуации вокруг этого кооператива будет важным для всех кооперативов прецедентом. Можно добиться позитивного результата, последовательной защите своих интересов и диалоги с органами власти. Кооперативы нужно поддержать. По словам Валерия Гартунга, поддержкой кооперативов, особенно сильных, в складывающейся экономической ситуации, весьма важный шаг по защите интересов граждан. Сейчас мы видим снижение способности граждан решить свои жилищные проблемы, чего мы не должны допускать. Я категорически против этой тенденции. Договорились с Банком России, что изучим ситуацию и будем искать решения, чтобы и уменьшить риски людей, которые пошли в потребительские кооперативы, и поддержать кооперативный способ приобретения жилья. Думские комитеты по защите конкуренции по финансовым рынкам, подчеркивает Гартунг, работают над созданием условий по развитию кооперации и формированию режима наибольшего благоприятствования для надежных кооперативов, незаменимого инструмента решения жилищной проблемы, особенно в новой экономической реальности. Статья в Комсомольской правде получилась достаточно сдержанной. Там обсуждаются как общие вопросы потребительской кооперации, так и ситуация с кооперативом Bestway. Но не все публикации настолько сдержанные. Например, буквально сегодня, 18 марта, в издании «Невские новости» опубликована статья «Трех участников финансовой пирамиды поймали в Петербурге». И здесь прямо в лоб говорится, что вот финансовые пирамиды и Life is Good, и Гермес, и Bestway, и вот задержали участников этих пирамид. Кто-то может сказать, что а зачем это все обсуждать, негатива и так достаточно и так далее. Вы знаете, я прекрасно понимаю, негатива достаточно, но в критической ситуации, а именно сейчас во всех проектах ситуация критическая, потому что никто толком не понимает, что происходит, сайты по сути не работают, кабинеты недоступны и так далее. И в критической ситуации людям приходится собирать информацию по крупинкам. И те, кто говорит, а не надо думать о плохом, надо думать о хорошем, вы знаете, когда есть уже серьезные проблемы, вот все смотрели, наверное, фильм «Титаник», да, и помните этот момент, «Титаник» же считался непотопляемым, что вот при любом раскладе он никогда не утонет. Но в какой-то момент капитан и главный там человек, который отвечал вот за сохранность корабля, поняли, что он утонет, да. А все пассажиры при этом чувствовали себя хорошо, корабль же на плаву, музыка играет, лампы светят, повара готовят блюда и так далее. Продолжается обычная жизнь. Но на, как говорится, главные люди на корабле, руководство, они уже знали, что корабль обречен. И как вы помните, наверное, из документальных фильмов, к сожалению, людям слишком поздно сказали об истинном положении вещей. И намного больше людей могли бы спасти с «Титаника», если бы начали эвакуацию вовремя, да, и предприняли бы необходимые действия, потому что, как потом выяснилось, во многих шлюпках еще были свободные места, но, к сожалению, вот из-за плохой организации эвакуации, как говорится, многие места оказались просто незанятыми и так далее. То есть там целая история. То есть, получается, людям не дали вовремя, не донесли вот эту информацию. И в сложившейся ситуации нам приходится собирать информацию по крупинкам из разных источников. Причем источники могут противоречить друг другу. Одни могут говорить, да у нас все хорошо, Роман Викторович, он мудрый, он всемогущий, он все может решить и так далее. А с другой стороны, уже поток обратных мнений, что, ребята, все, как говорится, приехали, фенита ли о комедии, да? Как говорится, приходится слушать и это мнение, и это, а истина, как говорится, скорее всего, где-то посередине. Естественно, в следующих видео постараюсь обсудить и другие статьи. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.